Сегодняшнее совещание во многом было посвящено подведению итогов 2015 года. И вот первой отвечать пришлось вице-премьеру Ольге Голодец, которую президент спросил о повышении цен на лекарства. И Голодец рассказала, что в целом цены на жизненно важные препараты повысились в прошлом году на 8,8%. И рассказала, что в рамках импортозамещения правительство сейчас готовит определенную программу стимулирования производителей, которые будут выпускать отечественных производителей, которые будут выпускать дешевые жизненно важные препараты. Ну и, конечно, вспомнили о ажиотажном спросе на препараты от гриппа, о ажиотажном спросе последних дней. И вот тут Путин попросил правительство четче формулировать прогнозы. Очень бы хотелось, чтобы и зима не наступала неожиданно. Да, конечно. И волны гриппа, которые тоже прогнозируются и ВОЗом, и нашими соответствующими службами, приходили бы тоже не вдруг с неба. Мы же понимаем, что происходит. Надо быть к этому готовыми. Сейчас вы говорите о том, что лекарства поступают, но и волна гриппа уходит. Поэтому я прошу на будущее. Все соответствующие службы должны быть полностью отмобилизованы и готовы к любому развитию событий. Говорили и о проблемах моногородов, главы которых порой считают, что нужно реанимировать старые предприятия, хотя это бессмысленно или невозможно. Алексей Улюкаев рассказывал о том, что малый и средний бизнес активно подключают к программе госзакупок. И программа эта с участием малого и среднего бизнеса начинает все более и более расширяться. Но, пожалуй, самая интересная часть заседания – это обсуждение программы по расселению ветхого жилья. Да, программа эта в целом выполняется, но есть вот два таких региона, если можно так сказать, два региона двоечника. Это Забайкалье и Карелия, где выполнено немногим более 10% программы. И здесь получается, что регионы эти, по сути, саботируют эту программу. Секундочку. Может быть, вы им денег не давали вовремя или в достаточном количестве? Нет, Владимир Владимирович, все перечислялось вовремя, и здесь никаких проблем нет. Если еще в Забайкальском крае можно как-то списать на то, что там были пожары... На это же мы выделили отдельные деньги. А это отдельные, абсолютно деньги, да. Но вот эти регионы получили все вовремя. Так а деньги-то куда они дели? Это же целевые деньги. Конечно, да. Ну, а куда деньги-то делить? Деньги эти, как уверял министр, остались в бюджете регионов. И регионы эти будут оштрафованы. После чего Путин поручил главе своей администрации Сергея Иванова и премьер-министру Медведеву подготовить определенные предложения в связи со всей этой ситуацией. И могут последовать даже кадровые решения. Коллеги. Ваня, ты знаешь, сегодня были сообщения, что на сегодняшнем совещании появился ревизор. Что это значит? Ну, вообще, коллеги, на совещании было аж два ревизора. Первый ревизор – это Татьяна Голикова, глава счетной палаты. По сути, главный ревизор страны. Ну, а второй ревизор появился на заседании из-за ее дня рождения. Хотел вам вручить такую книжечку. Она, правда, 1936 года, но это параллели не нужно проводить в исторических негативах. Почему? Потому что это классические произведения. Но в соответствии с вашей сегодняшней работой вам, наверное, может быть, что-то полезно будет исполнить. Ревизор называется. Спасибо большое. Еще раз спасибо. Вот так вот, коллеги, заседание сегодня, совещание сегодня и продолжалось в присутствии аж двух ревизоров. Спасибо, Ваня. Иван Трушкин на совещании президента с правительством. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...